Здравствуйте. Меня зовут Орберт Вячеславович. И сегодня я вам расскажу про известную тему, которую вы все, скорее всего, сталкиваетесь. Кто на море ездил в стране? Да. Кто ездил? Вон, как я был. Понравилось? Да. Хотели? Я понял. А хотели когда-нибудь заглянуть от поверхности, что же как-то цитата в лодочке? Вы видели когда-нибудь планету нашу, которая из космоса? Нет. Здравствуйте. Нет. Я не знаю. 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 Папа, я не знаю. Ты слышишь? Молчи. Как вы видите, наша планета из космоса. Руки убрали, я пока слушаю. Наша планета из космоса выглядит примерно так. То есть она покрыта на 73% водичкой. Поэтому она называется у нас голубой планетой. То есть если сравнить с другими планетами, которые в нашей Солнечной системе, она у нас грибает, как здесь показано. Вот так ее видно прямо из космоса. И весь этот мировой океан, который погружен, дает огромный планет. На сегодняшний день очень большое количество людей, которые побывало у нас в космосе. И очень мало людей, которые побывали на дне океана, особенно в очень глубоких местах. Кто знает примерно, какая глубина у нас в космосе? Самая глубокая, это где песок самый глубина. Нет, примерно сколько глубина? Где округа? Нет. 200? Нет. 200 что? 1 метр. Нет. 1 метр. 1 метр. 1 метр. 3 метр. 4 метр. 4 метр. 4 метр. 4 метр. Самая глубокая, самая глубокая местная планета, это 11 километров. 11 километров, это выше, чем самая большая гора, которая существует у нас на Земле, в два раза. Вот представьте, самая большая гора, у нас получается 8 тысяч, а это 11 километров. И в этом месте было всего, всего человечества, всего три человека. А в космосе было, да, побольше. А на дне океана у нас живут всего три человека. А вот так выглядят у нас пустыни. И вот моря и океаны, которые вокруг. Теперь я включу на то вопрос, откуда берутся облака. Вода, водичка, которая на поверхности океана, испаряется и поднимается вверх, там охлаждается и получается облака. И после того, как облака становятся не такие белые, а черные. Это как дыр. Да. А это у нас что? Да. А на пиво-то, чем земля. Там прейдить можно. Там нет воды на ней. Там нет воды на ней. Это француз, который впервые открыл нам погодный мир, чтобы мы посмотрели своими глазами, как выглядит погодный мир изнутри. То есть он его изучал в течение 30 лет. В течение 30 лет он организован экспедиции. Организован экспедиции. Для этого специально было куплено вот это вот судно. Называлось это комитет. Он до сих пор плавает, до сих пор находится, и сейчас на нем как раз организован музей жарких пустов. И тогда он сказал нам замечательную фразу. Если человеку выпала замечательная возможность вести необычную жизнь, то он не имеет права отказываться от такой возможности. Поэтому если кто-то из вас когда-нибудь в своей жизни захочет заниматься чем-то необычным, занимайтесь и продолжайте делать или кусто, или еще какие-то интересные дела. И сейчас, 1 декабря, то есть через нескольких дней, выходит фильм в кинотеатр. Если ваши родители сходят вас, как на этот фильм, то он как раз расскажет о тех мальчиках, когда Жарков Кустов был мальчиком маленьким. И его завораживало вот этот вот погодный мир. Замы мир, который ждет открытия. Это полосатый фильм. Он самый очень большой. В детстве он бежал в поиск. Столько лет я смотрел, как ты двигался вперед. От свосхищения. От свосхищения. От свосхищения. От свосхищения. От свосхищения. От свосхищения. Это там раз фильм. Это фильм. Фильм географии о человеке, который открыл нам показать. Одессим. Десять с лет назад я открывал мир и захотел его подравить. Но должен был его защищать. Но этот мир подводный настолько хрупкий, поэтому когда мы приходим в этот подводный мир, мы должны его беречь. Потому что все, что находится под водой, первое правило для всех погружающихся под водой. Первое правило, начали играть с ней зоны. Все должно остаться там, где оно есть. Никогда не поднимайтесь с подводной, ничего, посмотрели классно. Не надо, потому что можно сейчас прихожать, прихожать, прихожать и все погато. Нет, представьте, если каждый из нас возьмет по какой-нибудь частичке, а нас очень много. Поэтому если каждый из нас возьмет, то там ничего не остается. Мы просто все унесем. А все, что мы унесем из-под воды, это просто все умрет. Оно не живет у нас в области. Если мы что-то возьмем, то оно больше не умеет. Да, и вот такая красота, вот такая, что это? Кто знает? Это караул. Не, не, не. Пещера. Пещера, молодец. Вот такие пещеры находятся у нас в стране. Огромные пещеры. Это целый мир. Погодные. Погодные. Они заполнены водой. Это целый водой. Все по-моему. Они все заполнены полностью водой. Так что, вот они. Это целый водой. Да, пещера полностью заполнена водой. А это уже по-моему. А это уже по-моему нет. Кораллы. А тут, а там не воду? Кто знает, что это? Кораллы. Кораллы, правильно. Есть кораллы живые, а есть кораллы мертвые. Это коралл живой. Это живой коралл. А вот там есть мертвые. Рыба, там тоже рыба. А как это называется? Лурен. Она очень гладкая на ощупь. Ну, пасть вставать не надо. Как в аквариуме. Вот это уже мертвые кораллы. Да. Соркий коралл. Нет, который дешевелится. То есть дешевелится это уже мертвые кораллы. Для того, чтобы вот такой маленький коралл вырос живой, ему нужно примерно 100 лет. Раз. Я не могу. Какой. Ура. Я не могу. Я съеду, я уберу, только у Ура. Не испугался? Не испугался? Нет! Папа! Вы что-лишь? Пойдите на место! Слышите? 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 Ай! Слышите? Вот такую красоту можете с вами. Я был еще один раз старался. Еще ходим по красотке. Можете сами вот такую красоту увидеть с зонтанами в головах. А ребята лучше менять на полушку. Папа, притоны живут в пресне. Но притоны живут в пресне. Это соленая вода. В соленой воде притоны живут. А у шестри есть рыбники и бредки. Это соленая вода. Давай встречи! А для того, чтобы мы увидели всю красоту, то, что мы сейчас увидели, есть специальное оборудование. Вот здесь люди, которые получены в костюмы, да, используют оборудование, которое придумал жаркость в кусто. И это, что называется аквалан. То есть через что человек дышит под водой. Да, ты что? Какой? 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 Какой! В конце нашего урока я вам покажу настоящую, живую камеру. Вот такую. Мы заставим камеру, и мы снимаем сухую красоту, и видим, то есть потом всю прелесть всей этой морской природы. Вот как человек с этой камерой обращается. Это специальное оборудование, которое рассчитано на глубокие пооружения. То есть на те мультфильмы, которые способны на одну человеку. Вот в подведении какой-то аппарат, который тоже можно подвод допускать. Но на небольшую глубину. Да. Но у меня тут ухо, это больше с аппаратом, и когда... В конце лекции мы посмотрим оборудование, которое может опускаться на 200 метров. Мы его попали на ноги и сходим на 200 метров. Когда мы погружаемся вот в такую прекрасную синевую, это уже не фильм, это уже реальные съемки. Вот такие рыбки, называются эти рыбки плактус. И самое интересное на этих рыбках, вот видите, черные пятнышки? Они на всех рыбках из этой стаи абсолютно разные. Как у нас отпечатки пальцев. Есть такие куклы? Нет, нет. Как у нас отпечатки пальцев, у каждой рыбки есть свое пятнышко. Они абсолютно разные все. Какое красоту вы можете увидеть. Она очень редко бывает. Да. Это ночные съемки, при ночи в океан совершенно другой. То, что вы можете увидеть ее. На что похоже? Я не знаю, что это я была. Она не знаю, она не знаю. Нет. Нет. Это ночные съемки. Это ночные съемки. Нет? Это ночные съемки. А на какую концовщику? На ночные съемки. Я не знаю, что это было дома. Вот это красное существо называется голожатый. Это танцор. Можно сказать? Под названием испанский танцор. Вот у нас с мамой мы там плавали ночью, и мы нашли его и езжать в ладон. А вот танцор идет? Да. Вот такого красного? Да. Мы отзывали по правилам, и мы не нашли как-то пакуар. А вот это, как называется? Как? Ёж! 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 Вот такой у него красивый, как таунку в ладон. А когда его вытаскиваешь на поверхность, он что? Выбирает. И становится некрасивым. А вот у нас есть глазки, у нас есть ручки, которые в нем к рейпе, а у ёжика есть тоже глазки. Вот они. А еще у него есть ножки. Вот смотрите, сейчас он пока будет на экране и убежит за камушек. А вот он не так быстро бегает. Вот, 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 вот. Это у нас тоже, в наших морях. Да, в наших голубых морях. А, в наших морях. Так не, как рыбство. А живота такой литом, тут не нету абсолютно. Это очень тоятный. Здесь у нас очень много. А в нас как увидят? Мой карк. В десятый раз. А вот только где-то видят, только в десятый раз. Смотри. Его не будет просто увидеть, а мясо. Ну, а так он! Он идет или что? А это идет? Конечно, идет. Разбежал, смотри, а что за камень убежать, шесть? Это очень скоростной ежик. Не едем. Очень быстрый ежик. И вот такие есть красивые. Они разноцветные. У меня такой есть. Он тоже шелок. А я в гостей. В гостях. Вот краб журлой. А я в гостях. А я в гостях. А я в гостях. Ежик колючий. Ежик колючий. Ежик колючий. Смотрите, украинка как у носорога. Есть рожи. А это классно. А в гостях. В гостях. В гостях. В гостях. Он на самом деле вот такой. Именно вот такого синего цвета. Красиво. Да. Еще есть проютки. А есть еще вот такие маленькие крабы. Он называется. А вот такое животное кто-нибудь видел? Это я. Как называется? Ну а это тут? Привет. Кто смотрел фильм по названию «Други в черном»? Я. Помните такие на столе танцевали? Похожие. Похожие. Как я. Похожие. 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 Кого? Всякой. Похожие. Какое-нибудь фрейм-положение есть? Как это называется? Нет. Привет. Нет. Марской Тайвок. Морской – правильно, но не калёк. Любятый. А я ещё в Баренцевом море! Нет. Это существо живёт у нас в Баренцевом море, в холодном море. И называется она «Морская гвозочка». А ещё у нас самое интересное – у нас есть свободный мир. У нас, к сожалению, да, то есть у нас есть корабли, которые волны, были там воины, да, то есть все знают, что Ещё там же ворота падали. Вот эти вот падали. Вот очень большое количество кораблей, которые находятся у нас в Баренцевом море. Даже в Китаре. Даже в Китаре. В Баренцевом море. Давайте посмотрим тот подводный мир, который у нас находится именно на затонувших кораблях. Он может у нас скрываться, кстати, вот. А мы его это были. Классно. Вот такой был корабль. Он признуждал немцев. Да, немцев. Да. Это была плавающая база подводных лодок. Она использовалась для того, чтобы подводные лодки заправлять топливом и прочим. А сейчас она находится по водолам. А? Это просто однажды. Замечательно. Может быть, Копанк тут просто должен шагить пустом. Да. Что-то это. Кроганнада, ты живи. Ай, ты его. В костюме нет. В костюме я тебя... В костюме ты дай, да. То есть дай ему водолазку. А в брюк на свыть, да. Вот это он и есть. Играет музыка 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 Играет музыка